Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в зубу, и сегодня я хотел бы начать серию с того, что у нас вышло новое обновление. В общем, вышло у нас обновление, добавился нам персонаж, такой вот бычок, обновление номер 1-7-0. Это у нас герой Бак, вот такой вот бык у нас добавился, спокойно яростный Буйвол, даже точнее не бык, а Буйвол. Использует оружие копье лук и двустволку. Ну, в принципе, неплохо, также... Нет, слушайте, копье лук и двустволка это новый такой персонаж. Я такого еще не видел, он не использует гранаты. У него есть скилл пассивный, это ярость. При поражении противника скорость быка увеличивается, то есть это как у... Какого? Как у нашего льва дюка, тоже есть такая пассивка, да, а восстановление ускоряется на несколько секунд. То есть кдшки у него скилловой получается, ну, ускоряются всякие разные. Дальше активный скилл, ну, активный скилл это его давка. Нанесется вперед и перекидывает врага через голову. Ого! Прикольненько получается, то есть он как акулка таранит и, получается, наносит очень много урона. Еще всякие штуки там, перекидывание делает. Ну, в общем, посмотрим, что тут будет. Мы добавили новые функции, о которых вы просили, встречайте. Новую функцию удалять игроков со списка друзей, теперь можно, нажав на них, на их имя, короче. И флаг со мной теперь можно изменять в настройках, ну, поменять в настройках. Также мы добавили новый язык в игру, румынский. Первый сброс сезона запланирован на следующую неделю. Обязательно прочитайте наши специальные объявления, в которых объясняются все детали. Короче, сброс сезона будет по рангам. Ладно, ну и давайте, что же, вот такое у нас обновление, новый персонаж добавился. Ну и, ну что, открываем этот сундучок. И нам что-то сейчас выпадет, что-то выпадет, ну, наконец-то. Да, ребятки, нам выпал шприц. Шикарно. Просто вообще шикарно сегодня день начался. Обнова, новый крутой и айтем шприц, да. Конечно, было бы круто, если бы нам выпала гранатка серебряная, да. Было бы очень круто, но, в принципе, так неплохо. Туда же и монетки дали. Ху, ну это круто. Давайте сразу поставим на открытие новый сундучок. Попросим у него помощь. И давайте отходим обычные сундучки быстренько. Ну и, как я говорил, в этой серии мы прокачаем кого-нибудь из персонажей. Так, бесплатно заберем. Ого, дали масочку, неплохо. Нам вообще нужно будет сприт покачать. Уже, конечно, посильнее. Так, давайте купим Брюса, потому что ему тоже нужно будет на 7 прокачивать. Купили у нас эти 3000. И купим Дюка. Тоже нужно будет его прокачать. Так, ну и погнали. Вот такого, кстати, у нас в шприце появился. Давайте почитаем, что он дает. Не дает вам умереть, автоматически применяя аптечку. Вот такая шут-штука мне давно была нужна. Эффективность 70%. То есть, смотрите, если у меня будет аптечка, да? Он будет ее сам применять моментально. Даже если я этого не успею нажать. Вот это вообще круто. Вот это крутая штука. Самая крутая штука, которая только может быть. И она у нас есть. Причем она сразу с третьего уровня. Каким-то фигом она стала с третьего уровня. В общем, не важно, но это очень круто. Я даже очень, я очень рад. Мы теперь будем с этой штукой играть. И нам еще какая-то фигня бесплатно доступна. Но я что-то не понимаю, что нам доступно бесплатно. Вы видите здесь что-то бесплатное, ребят? Я не вижу. Кстати, можно купить 300 от этих. Хм. Хм-хм-хм. Ну, пишет бесплатно, видите, да? Странно. Может, забыгался магазин. Может быть, бесплатный период пробники подается нам. Ну, всякое может быть. Ладно, пофиг. Год дальше. Посмотрим, что у нас получается. Так. Теперь я предлагаю прокачать нам одного персонажа. Я говорил, чтобы проголосовали. Но, в общем, только один человек проголосовал. Поэтому будем играть за пингвинчика в пазе. Будем его прокачивать. Ну, а в следующем мы, конечно, Никса... Ой, Никса. Ошибся. Конечно, прокачаем нашего кулупина. А сегодня мы прокачаем нашего пингвинчика в пазе. До седьмого уровня. Вот такой у нас крутой пингвинчик теперь. На 25% он стал круче. Мы, конечно, конечно, добавим ему нашу новую штуку. Это вот такая вот штучка. И по поводу того, что еще ему добавить. Смотрите, он кидается копьем. Очень неплохо. И у меня есть вопрос. Что лучше? Ну, конечно, маска МБА нужно оставить. Наверное, у нас вариант там не будет. Либо все-таки играть с этим. Либо играть через копье усиленное. Это сложный выбор. Но давайте пока поиграем с шприцом. Посмотрим, насколько он будет эффективен. И нужен ли он этому персонажу. Потому что все-таки пингвинчик в пазе играет на дальнюю дистанцию. И ему как бы это не очень будет полезно. Ну, го, посмотрим. Так. В принципе, все готово. Поехали. Нет, мы ничего улучшать не будем. Просто пойдем сейчас в бой. И, наконец-то, проведем первую каточку на седьмом уровне. Закинул нас туда, куда нужно. Будем имбовать за счет масочки сегодня. Масочка на пингвине. Это вообще такая штука крутая. Это просто капец. Я прям уже чувствую, как мы будем сейчас доминировать над всеми. Хотя вы видите тут жирафы. У него вообще нереальная зона поражения от лука. И если он сейчас подберет лук и начнет настрелять, мы, короче, проиграем. О, они возле него сразу не боятся пингвинчики. Прикольно. И опять это... О, прошла. Отлично. Как же мне нравится на пингвине играть. Кайф. Просто кайф. И убиваем вот так вот специальным образом. Он подловил этого черрика. Побеждаем, конечно, за счет нашего... За счет того, что мы можем плавать через маску и выйдет все удары, мы сейчас и будем побеждать. Го, сразу под воду вот сюда. Ну, не под воду, а в эту штуку. Насправимся. Тотмем немножечко этого Брюса. Кстати, показываю теперь, видите, соединение. В принципе, у нас офигительное соединение. Акулка, наверное, не ожидал такого подарочка, да, на пол-хп. Боже, как же мы его дико прострелили. Так, смотрите, смотрите, прикол, ребят. Он нас даже не видит. И мы его шотаем. Вот это у нас имба. Какая же она имбовая против пятого уровня. Просто за два выстрела шотнули. Жесть. Зона, кстати, сближается к нам. Это, возможно, неплохая такая вариация на топ-1. Правда, я сейчас не зафейлю, а я уже, походу, зафейлю. А, нет, не зафейлю, нормально, все, ребят. Сразу и выйдемся. В эту штуку. Какой пенвичик, а, молодец, повернулся. И выйдем, и выйдем. Я вижу хамелеона, надо в него выстрелить сразу. Ну, потому что это нужно было сделать. Так, зона сближается. Я стрельну опять хамелеона. И мы его шотнули. Да, мы его шотнули, ребят. Просто снайперская игра какая-то у нас получается. Вообще дико снайперская. Выносим все, что видим. Смотрите. Попал, интересно, или нет? Не достал. Видели, как его четенько вынес? Как же четенько вообще это все получается? Выбираем, конечно, дроп. И уходим. Ну, от мансили просто, и все, нормально. Так, и уходим сразу на воду, потому что мы от воды можем нормально отыграть. А это что у нас только что бахнуло? Я не понял. На тебе. И тебе еще раз на. Гляньте, какой, а. Ты что, офигел? Гляньте, в нос кинул. Гляньте, да он там офигел, смотрите, ребят. Давайте заберем аптечку. Не знаю, правильно я делаю или не правильно. Да вроде бы правильно я делал. Думаете? Ой, как бы сейчас не проиграть? Ой, как бы. Ой, сейчас я проиграю, короче, ребятки. Сейчас проиграю. А что он на меня целится? У него же есть кого стрелять. Капец. Вот это я сейчас промахнулся. Фу, как я попал, как я попал. Да есть, я выиграл. Фу. Как же было жестко. Ну что, первый топ-1, первая катка. Блин, это было жестко. Это было жестко. Я не знаю, как я победил, но, как говорится, победа победителей не судят. Вот, как говорится. Фу. Это было нереально жестко. Фу. Я даже немножечко подустал так резко. Резко приуныло, подустал. Но победка есть победка. Взяли легчайший топ-1 на 7 уровне. К сожалению, кристаллов не хватает, чтобы открыть этот снычок. Погнали, следующий бой. Блин, мне прям нравится. Сниму линфазик, это вообще жесть. Интересно, какой же он имбовый на следующих уровнях вообще получается. Ух. Если бы еще зона была не там, а где-нибудь здесь, то вообще было бы идеально, потому что мы бы смогли просто всех хлам выносить. Но сейчас проблема. Видите, сколько после нас противников? А дроп ограничен, мы, ну вы понимаете. И, скорее всего, они нас сейчас все вынесут. Ну, есть такая у меня, ну, такая предосторожность, да. А надо найти лук, срочно нужно найти лук, просто сейчас будем бегать и... Ну, далеко бегать не пришлось. В принципе, без копья можно пожить, а вот без лука на фазике жить нереально. Вы видели, как я в него не попал? Как это жесть. По идее, должен был попадать спокойно. Вообще, спокойно должен был попадать. Так, уходим сразу. Кого, скажите, кого не целится? Уходи, горилла, уходи. Уходи от меня. Ты плохая, горилла. Гляньте, он за мной бежит. Уходи. Уходи, тебе говорю. Гляньте, гляньте, вообще. На игнор, на игнор берет. Я ему говорю, уходи, он не уходит. Блин, промахнулся, жесть. Маневренный, а? Уходи, говорю. Уходи от меня. Я сейчас тебя убью, слышишь, ты. И все, мы его убиваем. А нефиг было, вот реально, ребята. Нефиг было к нам лезть, правильно? Я ему говорю, уходи, он к нам бежит. И типа, давай, подеремся, все дела. Иди сюда. Я его просто с лука расстрелял. Не на супер скорости, я все ее разыграл, хорошо. Ой-ой-ой, как же опасно было. Ой-ой-ой, как же я сейчас запылил. А должен был попадать. Должен был хорошенько попадать. Красиво его выношу, конечно. Идем, выбиваем дюка. Забираем с него дроп. Только я аптечку не вижу. Где аптечка? Вот аптечка, вот эта спрятала, да? У него еще такая штука есть. Прикольно. Кстати, у меня, походу, лук дальше стреляет, чем у него. Интересно, да? Отмонтили, нормально. Просто сейчас будем играть за счет лука, ребята. Жираф, конечно, вообще тугой какой-то попался. Либо мы лучше стреляем с лука. Нормально, матим. Блин, успел забрать таким. Блин, успел забрать таким. Ну и что, успеем его раскидать, ребят? Как думаете? Я, я запылил. Ну блин, 10 уровень, да ну их нафиг. Почти успел раскидать, у меня просто хилка опять не прижалась. Ну да, пофиг. Блин, а реально топ-1 можно было спокойно взять. Уже вторую катку подряд. Ну если бы я не 10... Ну короче, этот хамелеон, он в принципе адекватно сыграл в плане того, что он выжидал. Да, он выжидал до конца. Если бы я его раньше видел, конечно, я пострелал по нему. Потому что он более грозный противник, ему нужно было раньше продамаживать. Потому что убить какого-то 7-го, 8-го уровня для меня не так сложно, как убить 10-го хамелеона. Ну вы сами понимаете, 10-го хамелеон, блин, это жесть. Поэтому как-то так это получается. Ну блин, как мне сейчас сражаться против троих челиков, четверых, которые меня просто окружают. Я немножко в конце запылил. О, лук нашли. Нормас. Сразу идем, забираем гранатку. Стреляем, пофиг. Нормас, нам главное сейчас настреливать. Просто настреливать, ребят. Блин. Метка, не ненужденно настреливать как-то. Конечно, зря я аптечку Брюса дал. Ну в принципе, мне особо кофиг. Честно говоря, ребят. На это все. Блин, они все забрали, вот же гады, а. Успел свалить, да? Ну я сейчас запылил, как-то изменившись, изменившись. Какой у нас Брюса, маневренный. Вообще. Вообще. Сама маневренность, короче. Получается. Ой, я сейчас запылил, изменившись. Смотрите, ребят. Биг фейл такой. Смотрите, угарну сейчас. Какой продуманный Брюса. Просто мы всех так расстреливаем чётенько. Я смотрю, тут можно хорошо. Ой, блин, как же он заивиделся-то, а. Эх, повезло. Оп. И всё, братан. И всё. Гляньте, успел отстрелять в меня. Вот же, зараза. Вот же, зараза, а. Я же всё так чётенько сделал, а он взял и меня успел отстрелять. Повернуться так резко. Эх. Они не хотят умирать просто так, да? Ну, короче, слушай, я всех хорошенько отстрелял, они все свалили. Блин, чё-то я затопил. Ну, ещё стрельнул не туда, нормально. Пока что просто стоим и выйдем, всё. Всё, что видим. Слушай, дюк, отвали. Просто и выйдем за счёт воды. Блин, вот это я сейчас ошибся. А чё, гляньте на меня просто... Гляньте, они просто на меня атакуют и всё. А, теперь я их заставил друг с другом драться. Видите, они теперь проиграли из-за этого. И всё, мы добиваем дюка. Топ-1. Топ-1. Ух. Жёстко вообще получается всё. Блин, я прям чувствую силу в этом фазике. Походу имба в действии нереально тащит. Уже 900 очков взяли просто налегке. Какие-то там буквально три матча. И это почти три топ-1 подряд были. Вообще, жёстко. Жёстко всё набираем. Используйте 8 утечек. Прикольно. Фу, давайте всем поможем в нашем клане. Мне прям прёт. Эм. Подождите, помочь вам некому. Эм. Игра зависла, ребят. Ладно, проехали. Не будем сейчас никому помогать. Походу, после обновления вот этого. С игрой проблемки небольшие. А ну, как всегда. Поздравляем. Вы разбирали ещё один смайлик. Кстати, вот этот сезон закончится через 5 дней всего лишь. Типа супер-бонусы. И будет откат. Лигу мы не апнули? Нет. Нет, ещё немножечко осталось до лиги, но мы её скоро апнем. Так. Ну что, погнали ещё с котами? Блин, мне прям нравятся эти бои. Такие топовые получаются. Ну, жёсткий, жёсткий снайпер всё-таки. Просто лук, он дико выносит. И даже когда против толпы играешь, всё равно у тебя есть возможность контролировать за счёт скорости, за счёт воды. А это просто нереально круто. Ну и. Ну и. Игра. Походу там чё-то с ней проблемы какие-то. Походу разрабы не смогли в нормальную обнову. Я сейчас перезайду, потому что загрузка слишком долгая. Так, я перезашёл. И погнали в бой. Надеюсь, сейчас будет всё нормально. Да, всё равно отправляемся в бой. Не важно, что у нас есть ящики на открытии. Фух, загрузилась. Радует то, что загрузилась, конечно же. Блин, я так понимаю, нам он не даст спокойно прыгнуть. О, какие лаги начались. Хотя пингу у нас нормально всё. Вы видели? Какой шустрый акулёнок, да? У меня не успел, что они, к сожалению, выстрелить в него. Не, короче, ребят, мне тут дела не будет, если я сейчас нормально не найду аптечку где-то. Капец, у них у всех есть аптечки. Ну, как же против этого играть? Да что за фигня? Уезжай, да что? О, короче, у меня... Короче, жесть. Короче, жесть, ребята, я сейчас помру. О, боже мой, да что ж такое? Как-то жёстко слишком. Какие-то девятые уровни жёсткие, вроде, у нас попались. Не могу никак выкарабкаться из этой всей ситуации, что... Да ну и... Ну просто чекайте, чекайте, как они меня контролят. Ах, да просто жесть. Ну всё, я помер. А нет, не помер. Ха, пронесло. Видали? Видали скилл? Ой, как я сейчас промахнулся. Ах, всё, я тоже отъехал. Да ё-моё, да что... Оооо, какой бред. Просто... Блин, вы видите, как нас жёстко закинуло не туда. Ладно, проехали, ничего страшного. Одно... Одна победа, одно поражение, одна победа, одно поражение. Ну прям тут вообще дико было всё. Всё, не сложилось так, как должно было сложиться. Я вначале просто очень много времени потерял. Вот на этой вот части локации, на какую-то фигню. Я просто там пытался кого-то убить. Они, кстати, хилялись, хилялись, хилялись. В общем, это был такой бред. Как-то так. Ну ничего, сейчас соберёмся. Затащим. Нормально всё будет. А ну где нас супер смайлик? Ага, вот такие у нас есть смайлики. Ладно, поехали. Поехали доминировать. Убеждать, все дела. Да ну за что меня? Сколько же здесь этих ботов? Блин, золотой лук надо забрать. Золотой лук важнее даже, чем гранатка любая. Потому что это золотой лук. Он супер топовский. Блин, просто 3 хамелеона друг друга, смотрите. Бай-бай! И я такой пришёл и пошёл двоих. Ха! Они, наверное, не ожидали. Да, сам не ожидал, честно говоря. Блин, а я должен был попасть. Если чё. Если чё. Хамелеончик, а я подбил так хорошенько. Блин, вот это, конечно, я только что зацелил с гранатой. Думаю, ничего страшного. Что зацелил? Забежали мы сюда. И сейчас я знаю, что здесь находится... А он такой не ожидал, да? Он этого явно не ожидал. Видите, как я умею шотать? Чётенько вообще, наперёд просто сделает и всё. На тебе, лис. Просто я ему жёстко выношу его. Посмотрите. Блин, а вот верхний лис меня задолбал. Видите, я прям его во время движения словил. Ну, блин, они, короче, меня задолбали эти два лиса с двух сторон. Сейчас отправимся на поимку этого лиса. Долбаного. Халявщик. Блин, успел свалить всё-таки в сейвовую зону. Или не успел. Или успел. А мы нормально находимся. Мы здесь всё контролируем. Мы, так сказать, в норм-зоне находимся. Отлично. Убиваем этого челика. И нам сейчас главное не поддохнуть здесь. Главное сейчас правильно отстреляться. Капец, а кулка слишком манёвренная в воде получается. Из-за этого у нас проблемы. У меня сейчас тоже будут проблемы из-за этого. Я мансирую как могу. Это, кстати, хорошо получается за счёт автострельбы даже побеждать. Блин, я ещё не помер. Видели жёстко, как он уничтожил просто эту акулу? На тебе! Просто унижай этих девятых уровней на халяву! Ху! Это было жёстко. Блин, три топ-1 уже взяли. Как же просто нереально тащит фазик. Ребята, вы сами видите. Лук нереальный. Крайкачанная стрела нереальная. Вот за счёт этой штуки мы всё и выйдем. И эта штука бесполезная для нас пока что. Но я думаю, она тоже, в принципе, когда нужно будет, нам поможет. Ху! Три топ-1 подряд почти. Ну, буквально там, один раз выиграли, один раз проиграли, да? В принципе, очень всё круто получается. Я думаю, на этом мы закончим эти крутые каточки. В принципе, уже даже полчаса у нас серия затянулась. Обновление крутое. Круто всего сегодня пофармили. Давайте откроем в конце ещё этот один ящичек. Такой вот чётенький. Взрывающаяся граната. Ну, в принципе, неплохо, да? Но я хотел бы уже, чтобы нам дали вторую штучку. И мы могли прокачать, где наша? Вот. Вторую штучку мы могли прокачать на четвёртый уровень нашу укол адреналина. В общем, примерно так это всё выглядит. Также, когда мы накопим 2000 очков, я прокачаю нам акулу на седьмой уровень. И мы снова будем имбовать, делать ей тысячу очков. И, в общем, будет всё круто нереально. Поэтому, ребятки, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. А оставляйте свои комментарии. А на этом всё. Не болейте, не скучайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok